Привет, подписчикам и гостям! Я Джедли, и сегодня я вам расскажу о том, что меня тревожило в последние пару месяцев. Тревожит меня что-то обычно на работе, потому как на работе я боюсь что-то сделать не так, что-то сделать не по уставу, из-за чего меня могут уволить, из-за чего я могу потерять деньги, и т.д. и т.п. Ну, как бы, я думаю, те, кто устраивался на работу в первый раз, допустим, или тот, кто устраивался на новое место, не до конца въехал в то, что должно происходить и что происходит, да, потому что наставник рассказал просто какие-то самые важные вещи, да, но не рассказал о том, что тебя ждёт. В общем, когда я устроилась на работу, я очень боялась того, что придёт кто-нибудь и скажет сделать ему возврат или ещё что-нибудь такое. Действительно, это случилось. Электронки и, собственно говоря, поды бывают бракованные. Если клиент не проверил это сразу, то шанс то, что у тебя возникнет какая-то конфликтная ситуация, возрастает. По каждому поводу я сначала звонила начальнице, чем, полагаю, я очень бесила, потому что она мне сказала звонить своей сменщице, а моя сменщица не поднимала трубку. Из-за этого я очень беспокоилась то, что меня уволят. Но меня не уволили. Я беспокоилась, когда меня перевели на другую точку, к которой мне было ближе ехать, потому что полтора часа тратить на дорогу и приезжать к 8.30 мне было очень неудобно. На этой точке я рассказывала, что было очень много кринжовых ситуаций. Упустила ситуацию, когда ко мне пришла бабка и сказала, что я не выдала сдачу, закатила скандал. И вместо того, чтобы позвонить своей начальнице и сказать, давайте проверим всё по камерам, я просто выдала из кассы повторно сдачу, и потом я уже поняла, что выдала повторно. Пришлось докладывать из своего кармана. Я беспокоилась из-за наркоманов, которые приходили, из-за людей, которые пытались меня обмануть. А их было очень много. Из-за людей, которые меня обманули. Ну, их было меньше, потому что я учусь на своих ошибках. И это хорошо, правда? Также было много поводов поволноваться, когда мне писала начальница, когда мне начальница звонила с утра, когда я сплю в свой выходной. Но потом, после перевода опять же на новую точку, это второй перевод был, я стала беспокоиться меньше. Меня, конечно, иногда в таких ситуациях, когда привозят что-то, приходят люди и приносят что-то на обмен, на возврат, подтряхивает от этого. Но сейчас я с этим справляюсь гораздо лучше. Потому как что? Я уже привыкла. Я уже знаю, что делать в таких ситуациях. Знаю и делаю. Например, при обмене электронок, если клиент проверил и начались какие-то проблемы с подом, мы должны сразу обменять на такой же вкус, как и тот, который покупал клиент. Иногда попадаются электронки с действительно тугой затяжкой. Что делать в таких ситуациях? Не знаю. Честно, не знаю. Обменивать, по идее, нельзя, потому что электронка работает, затяжка у неё идёт. Она не стопорится, она работает, на ней не срабатывает. Ну, если, знаете, бывает в электронках такая тема, что когда ты начинаешь вдыхать, да, если она бракованная, у неё затяжка, когда ты перестаёшь вдыхать, она всё ещё идёт. И отключается только после срабатывания датчика затяжки. И когда таких проблем нет, и просто идёт тугая затяжка, вроде как считается, что электронка нормальная, типа курить можно. И в один из таких... И, в общем, настал один момент, когда ко мне пришли люди, купили две HQD-шки. И сказали, что обе эти HQD-шки не работают. Я попробовала, они тянутся. Затяжка тугая, но она есть. То есть её курить можно. Она не совсем такая, что ты прям краснеешь, высасывая затяжку. Просто существуют электронки, в которых затяжка туже, чем в других электронках. В каких-то они слабее, в каких-то они туже. Они начали закатывать скандал, эти люди, что они хотят другие вкусы электронок. Типа, чтобы я им обменяла на другие вкусы. И тут... Может быть, я сделала неправильно. Может быть, я сделала правильно. Я им не обменяла эти электронки, потому что, если клиент начинает пытаться как-то, не знаю, не шантажировать, а давить на тебя, чтобы ты обменял на другой вкус, скорее всего, просто этот вкус не понравился клиенту. Но он же сам его купил, покупка произошла, электронка не бракованная, и всё, по идее, нормально. То есть, ты не должен ему обменивать на другой вкус. Дома я почти не переживала. Хотя, насчёт этой ситуации я действительно переживала дома, потому что я думала, что, может быть, я неправильно поступила, может быть, надо было всё-таки обменять, но... Я не знаю. Также у меня случилась очень большая ошибка, из которой я переживала, и переживаю до сих пор. Это то, что пришёл мужик, купил новый Пасита второй. И можете меня осуждать, но я действительно не знала, как заливать туда жидкость. И, в общем, я залила её в воздуховод. У кого есть Пасита второй, тот знает, как я это сделала. И я надеюсь, что вы знаете, как это исправить, потому что, если этот мужик вернётся повторно... Ну, он был проездом. И скажет мне, что я испортила ему Пасита, я, наверное, ему куплю бачок на свои деньги. Потому что мне из-за этого очень стыдно. Так как я должна быть человеком, который, ну, в этом вопросе более профессионален, чем клиенты, которые ко мне приходят. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как из Пасита второго, из воздуховода, в общем, вылить жидкость, или как это можно пофиксить вообще. Ну, типа, чтобы он работал. Потому что, если это можно как-то исправить, то, скорее всего, этот мужик это уже исправил. И тогда я просто выдохну и скажу себе, что всё хорошо. Что, ну, блин, бывают в жизни ошибки, бывают в жизни огорчения. И больше так не буду делать. Короче, больше такой ошибки не повторю. Я ещё очень переживала, когда мне в первый раз дали стажёра. Потому что я абсолютно не знала, чему его учить. Я сама очень мало знала на тот момент, потому как работала всего три дня. И я такая, ой, блин, стажёр, а чё, а как? Прошло время. Я уже обучила ещё двух людей. И они начали уже работать в этой же компании. Я их курирую, типа, держу с ними связь. Если что-то непонятно, всё разъясняю. И даже веду дружеское общение. Надеюсь, что в их работе, в этой компании будет всё хорошо. И их будет всё устраивать. Потому что, ну, как бы, это здорово, что когда ты обучаешь людей, они остаются. И, типа, всё у них хорошо. Вот. Ну, и так, в принципе, я стала переживать меньше. Я даже почти не пью перед работой свои антидепрессанты. Потому что на работе надо очень много общаться. И не засыпать. А чтобы не засыпать, я сейчас перешла с кофе на энергетики. Опять! Снова! Мне... Ну, на самом деле, мне нельзя энергетики. Именно из-за лекарств. Ну, и... ЖКТ. Как бы, да? Но, если с ЖКТ можно как-то договориться, с лекарствами договориться нельзя. И смешивая вот эти два составляющих, энергетика и антидепрессанты, ты становишься немножко неуменяемым. И появляется тремор. И когда я их принимаю вместе, я снова начинаю нервничать. Потому что мне кажется, что каждый человек, который ко мне подходит, он... Понимает, что со мной что-то не так. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях. Либо в телеге. Подписывайтесь, кстати, на телегу. Там мы общаемся с вами. Потому что я люблю общение со своими подписчиками. С людьми вообще в целом. И я буду рада знать, что вы меня смотрите. Я рада буду с вами пообщаться. Может быть, у вас есть какие-то истории, с которыми вы хотите со мной поделиться. Которые могут попасть в видео. Там я могу указывать авторство, могу не указывать авторство. То есть я могу рассказать ваши истории с упоминанием о том, что вы их прислали. И скажите, пожалуйста, будет ли вам интересно послушать о том, как мне угрожали люди? Чем мне угрожали люди? Когда они мне угрожали? Ну, в общем, вот в таком плане видео вам было бы интересно посмотреть. Потому что таких ситуаций у меня было как минимум две. Когда мне угрожали два раза, что меня убьют и преследовали. И просто пустые угрозы на ровном месте. Если вам это будет интересно, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. И смотрите мои клипы. Я буду очень рада, если вы поделитесь моими клипами в своих соцсетях. Потому что это не только принесет мне удовольствие. Я буду знать, что вам они интересны, вам они нравятся. Но и будет полезно для развития моего канала. На этом я с вами буду прощаться. Желаю вам хорошего настроения. Чтобы у вас все было хорошо и вы не нервничали. Кстати, если вы нервничали за последнюю неделю, напишите об этом в комментариях. Если вы скажете, насчет чего вы нервничали. Я буду очень благодарна. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.